я вас категорически приветствую в этом выпуске воровской ход нейросетей как госдума запретила google почту искусственный интеллект против вирусов а также смогут ли наши квантовые компьютеры противостоять американских и мы немедленно переходим к новостям высоких технологий третьего дня рунец содрогнулся от протяжного боя это малолетние эксперты по кибербезопасности распереживались узнав что госдума решила запретить использование иностранной электронной почты для регистрации на российских ресурсах то есть вместо гугловского мыла с 1 декабря этого года для этих целей надо будет использовать номер телефона аккаунт вконтакте учетку на госуслугах ну или просто отечественный имейл и соответствующие поправки в законы о связи и об информации уже приняты вой детишек в интернетах на тему слежки организованные родным государством не стихал несколько дней ну то есть когда за тобой следит google или apple это нормально и это сугубо правильно а когда тем же самым занимаются отечественные спецы и это надо понимать совершенно другое вскоре поступили уточнения что закон коснется только новых пользователей и переписывать аккаунт на российскую почту пока никого заставлять не будут ну пока вообще же если ты живешь в россии то сейчас полагаться на иностранные сервисы крайне неосмотрительно и если тебе внезапно закроют почтовый ящик и в результате отвалятся учетки на разных иностранных сайтах ты не удивляйся переходим к новостям цифровой уголовщины третьего дня на известном хакерском форуме появилась тема посвященная чат-боту по кличке warm gpt в его основе лежит уже немножко подзабытая но вполне рабочая версия gpt 3 но умело модифицированная версия работает так что выдает запросы без оглядки на морально-этические нормы которых пока что придерживаются другие законопослушные нейросети исходный код этой самой gpt лежит в открытом доступе поэтому предприимчивому анонимусу и удалось обучить ее всяким противозаконным трюкам и теперь этот цифровой барыга приторговывает хакнутой нейросетью по 60 евро в месяц говорят этот warm gpt нормально так кодит вирусы хотя местами подтормаживает но по-настоящему ее уголовный талант раскрывается в эпистолярном жанре она мастерски строчит фишинговые письма с разнообразными просьбами и угрозами и требованиями немедленно заслать своим хозяевам денег причем письма чат-бот составляет заметно лучше и грамотнее чем малолетние хакеры-самоучки что тут сказать если и дальше так пойдет она пойдет и пойдет очень далеко то заботу кибер уголовников станет заметно меньше а у простых пользователей наоборот хлопот изрядно прибавится и это я замечу нейросеть еще не научили трепаться по телефону представляясь службой безопасности банка ну или там сотрудником полиции алё ваши деньги в опасности срочно переведите все на специальный счет и ты немедленно скажешь но так ведь надо просто натренировать другой искусственный интеллект чтобы он ловко вычислял и ловил цифровое жулье вот следующая новость как раз об этом поглядев на то как нейросети учатся дурному у всякой швали рваний варья эксперты лаборатории касперского решили выбить клин клином и привлекли искусственный интеллект к работе в сфере кибербезопасности для начала в чат gpt загрузили 2000 ссылок ведущих на фишинговые сайты а в перемешку с ними для чистоты эксперимента несколько тысяч вполне безобидных линков после чего от алгоритма потребовали определить безопасно ли переходить по этим адресам результаты эксперимента получились неоднозначными с одной стороны чат бот распознал до 87 процентов вредоносных ссылок но при этом каждую вторую безобидную ссылку нейросеть сочла жутко опасной дескать сеть темна и полна ужасов куда не плюнь кругом враги варьё и хакеры в итоге эксперты постановили что доверить столь ответственную работу нейросетям полностью пока что рановато но это как не трудно догадаться только пока а теперь какую революцию в мире процессоров готовит компания intel но сперва давай узнаем что там сегодня попало в цепкие лапы любому соотечественнику даже весьма далекому от айти индустрии сейчас очевидно что цифровые технологии это двигатель современной экономики поэтому многие стремятся обзавестись профильным айти образованием и сделать это как можно раньше получить его можно например в колледже цифровых технологий академия топ поступить туда можно сразу после школы форма обучения представлена как очная с посещением аудитории и живым общением так и с возможностью дистанционного обучения из любой точки мира программы обучения в наличии 2 компьютерная графика и дизайн либо разработка по преподают там специалисты из крупных айти компании а 70 процентов обучения это практика ну а по окончании получишь диплом государственного образца подробности по ссылке под роликом ну или по qr-коду на экране а с кодом опер еще и скидку дадут для перемещения взад-назад по бетонным джунглям многие сограждане используют могучих стальных коней которые бывают как на бензиновой тяге так и более экологичные например велосипеды и вот чтобы неведомый гад не угнал твоего двухколесного жеребца его желательно пристегивать с помощью надежного велозамка например от фирмы abus для начала рассмотрим вот такую популярную модель web 1500 данный велозамок представляет собой круглую цепь из добротной спец стали защиту обеспечивает самую базовую но и стоит при этом недорого кстати считается что цена велозамка должна составлять примерно 10 процентов от стоимости байка только тогда от него можно ожидать надежной степени защиты так что если твой двухколесный друг собран из редких комплектующих цены немалой обрати внимание на бордо light замок тут посложней вместо цепи сегменты из облегченного сплава окраме конструкция крепится при помощи винтов нельзя забывать и о личной безопасности и компания авус уже протягивает руку помощи а в ней вот такой мовентор данный умный шлем годится не только для городских гонок 10 воздухозаборников обеспечивают хорошую вентиляцию которая не дает перегреться и на пересеченной местности а в случае непредвиденного падения информация об этом будет передана куда следует ибо в шлем встроена умная система от компании queen посадка у шлема глубокая весит он мало отрегулировать можно под любую форму головы а еще если вот такой детский шлем разрисованы озорными крокодилами учитывая хрупкость юного организма тот увеличен передний край а также глубже опущены области на висках и со стороны шеи где все это взять узнаешь пройдя по ссылке под видео а в честь 25-летия велосити групп на все представленные товары получишь скидку 25 процентов по коду опер ну а теперь о каких таких невероятных технологических достижениях известила компания intel она третьего дня внезапно взяла да и представила новенький процессор ну ты конечно немедленно скажешь ничего с того мы чё интеловских процессов не видали я тебе тут же отвечу нет таких нам еще не показывали потому что процессор tunnel falls он квантовый и по словам директора intel джима кларка это самый совершенный на данный момент чип intel с кремниевыми спиновыми кубитами состоит tunnel falls из 12 одноэлектронных транзисторов из которых можно собрать от 4 до 12 физических кубитов что конечно по сравнению с квантовыми суперкомпьютерами не так много в них счет идет уже на сотни а кое-где и на тысячи кубитов но с другой стороны теперь появится возможность взять да и поставить в своей лаборатории отдельный квантовый вычислитель до этого момента разработчики квантовых компов предпочитали держать железо у себя раздавая только вычислительную мощность посредством облачных технологий ну а intel взяла да и решила вопрос в македонском стиле им то главное чтобы продажи чипов росли надо понимать такой расклад не очень понравится тем кто последние годы успешно зарабатывал на сдачи в аренду облачных квантовых мощностей но как в таких случаях говорил оперуполномоченный стенсфилд мы свою работу сделали для создания квантового проца intel подключила массу самых разнообразных специалистов в списке разработчиков значатся лаборатория физических наук в мэриленде лаборатория в колледж парке и национальный исследовательский центр квантовых информационных наук разумеется участвует в такой перспективной теме и американское министерство обороны эти руку на пульсе технологий держат всегда общим следом за безудержным ростом нейросетей намечается еще и квантовый бум на котором будут работать нейросети и как знать возможно в недалеком светлом будущем дома у каждого появится холодильник сотней другой кубитов рубежи нашей необъятной родины будут патрулировать погранично квантовые войска кстати буквально на днях поступили сообщения о запуске крупнейшего в стране 16 кубитного вычислителя который построили ученые из российского квантового центра и физического института имени лебедева что безусловно вызывает сдержанный оптимизм тут главное не останавливаться на прототипах и планомерно развивать данное направление как это делает корпорация intel которая собирается представить квантовый чип следующего поколения уже в 2024 году зачем мы разумеется будем с большим интересом посмотреть ну и новых квантовых процессоров от института лебедева тоже с нетерпением ждем было бы крайне интересно покрутить их в наших цепких лапах а на сегодня все до новых встреч